Чиновница. Какие ассоциации вызывает это слово? Не очень вежливая женщина в очках и с тугим пучком на голове? Стереотипы в сторону. Современная чиновница даст фору любой моднице. В течение всей этой недели мы встречались с забайкальскими женщинами, которые находятся при власти. Изучали их образы, выясняли, где и за сколько они одеваются. И вот что получилось. Наша первая героиня в представлении не нуждается, но все же Виктория Бессонова, ангел-хранитель забайкальских предпринимателей. А еще чуть ли не самая ультрамодная женщина-чиновник. Вообще мужа бужой говорит, ты понимаешь, к тебе довезло или нет? Прийти на встречу с бизнесом-будсменом России в классическом костюме и в кроссовках да запросто стильный лук, ее конек. Конечно, я сама, никаких стилистов, но единственное, у меня подрастая дочка, она мне подсказывает и следит. Я не заказываю в интернете, не мой способ. Мне надо примерить, увидеть себя, возврат товара, когда не подойдет. Ну, это долго и вот не моя история. Одеваюсь в основном, наверное, да, в чете. За брендами бизнес-омбудсмен не гонится, шопоголикам себя не считает. Неужели никакого подвоха? Вот вы бы купили себе юбку за 20 тысяч? Нет, не купила. За 10? За 10? Ну, мне кажется, тоже дорого для юбки. Виктория Бессонова уверена, создать стильный образ можно и за 5 тысяч, и даже если это вещи с китайского рынка. На самом деле я вообще не вижу в этом ничего предрассудительного. Мне кажется, во-первых, это интересно походить и посмотреть, а что там. А сравнить категории цен. Вот вы говорили про юбку за 20 или 10 тысяч, да? А может же быть, что та юбка, которая вам представлялась за 20 и 10, там будет стоить 2. В сумочке у бизнес-омбудсмена полный порядок. Минимум вещей, но зато самых необходимых. Посмотри, что у нас из косметики. У меня есть карандаш с помадой. А у меня есть пудра в этой сумке. Вот это я где-то в Москве продала. Не все чиновницы носят помаду в дамской сумочке. Министр труда и социальной защиты Инна Щеглова предпочитает для этих целей карман своего пальто. Она наша следующая героиня. Наряду с ключами всегда лежит помада. Почему в верхней одежде? Почему в верхней одежде? Потому что, как правило, в сумке я ношу все то, что мне нужно для работы. Это мой блокнот, планшет. Инна Щеглова – приверженец классического стиля. После вступления в должность исполняющего обязанности министра, гардероб ее не сильно изменился. Приобретен всего лишь один выходной костюм. Мне, наверное, повезло очень в жизни с родителями и с бабушками, которые воспитывали меня. По линии папы бабушка вообще занималась шитьем и меня научила, собственно говоря, шить. И я в школьные свои годы все, что я носила, я шила самостоятельно. Сейчас, конечно, к сожалению, у меня нет времени для того, чтобы это делать. Почему высокий хвост? Ну, вообще, на самом деле, высокий хвост – это не да не моде, ничему. Ну, это просто удобство, потому что, скорее всего, это утром самое главное, что быстро привести себя в порядок. Почему высокий хвост? Наверное, добавляет как-то роста и немножечко молодости. Чуть-чуть. Инна Щеглова – противник дорогой одежды на один раз. Если и брать, то на несколько сезонов. К слову, к покупке одежды на рынках министр относится тоже спокойно. Я считаю, что нет ничего унизительного в том, что ты одеваешься ровно там, где позволяет тебе возноситься. У нас есть магазин на секонд-хенд. И если я загляну, допустим, в недавнее будущее, наверное, еще лет 5 назад, для меня это было нормально. Тогда, когда ребенок был маленький, он только начал ходить в школу, и прийти и купить себе блузку в секонд-хенд за 100 рублей, мне казалось, это очень правильно. Покупать сумку за 5 тысяч рублей, мне кажется, это вообще сверху не разумеет. Вот 5 тысяч рублей, я считаю, что сумка – это очень дорогая сумка. Инна Щеглова не заказывает одежду в интернете, только магазины и только с примеркой. Чего не скажешь о пресс-секретарях других министерств. О самом стильном работнике Министерства территориального развития Любови Литвиновой ЗАПТВ рассказывал год назад. Мама троих детей подбирает свои образы только в интернете. Предупреждает – никогда не наденет уродливые ватные штаны, даже в командировку. Составляю наряды, смотрю, что к чему подходит. Естественно, в гардеробе очень много функциональных вещей, когда они могут меняться. Обувь на каблуке, если это на работе, с детьми, конечно, да, это очень активный образ жизни. Жизнь на каблучках, а иногда в кроссовках. Вот такие они, забайкальские чиновницы. Вторую часть сюжета смотрите в ближайших выпусках и обязательно пишите нам о том, кого бы вы хотели увидеть в следующем сюжете про самых стильных. Гуля Алхасова, Виталий Литвинцев, Евгений Погорелый, ЗАПТВ.